Ну, я же живой перед вами стою, да. Развеять слухи и поговорить откровенно – одна из первых задач встречи. Преподаватели сегодня говорили много, с эмоциями, иногда почти переходя на крик. Размышляли о судьбе бурятского и русского языков, о зарплатах педагогов, благо ораторских способностей им не занимать. Были и откровенные провокации. Вячеслав Наговицын тон не повышал, хотя иногда казалось вот-вот. И было отчего. В БГУ неспокойно уже который месяц. Это связано с ситуацией вокруг выборов ректора. Нам очень страшно, нам очень опасно. Нам очень страшно, потому что мы уже не получили некоего правового решения со стороны Министерства образования и Российской Федерации. Да и в течение всего этого полугода мы постоянно находимся в такой же ситуации, постоянного обмана. После очередного переформулированного монолога с жалобой на исполняющего обязанности ректора Николая Мошкина и требования его убрать, глава еще раз подчеркивает. Мы с вами договорились о том, что касается проведения выборов, поскольку я отвечаю за эти выборы. Если вы считаете, что положение было нарушено, то у вас же есть даже юридический факультет. Вы дайте мне материалы, пожалуйста, чтобы они у меня были, чтобы я мог тоже на вашей стороне выступить. Потому что я слышу о том, что положение нарушено. Положение в чем нарушено, давайте мы разберемся. Хорошо? Глава Бурятии пообещал рассмотреть претензии к исполняющему обязанности ректора и дать официальный ответ. А декан юридического факультета сообщил коллегам, что назначение в Рио ректора прошло строго по закону и устав в БГУ нарушен не был. Почему-то умолчали сегодня о том, что в БГУ начались проверки по элитному коттеджу бывшего ректора. Как сообщают СМИ, полиция проводит выемку документов. Это связано с недавно вскрывшимся фактом приватизации Степаном Калмыковым особняка в центре Улан-Удэ. Зато многие сотрудники университета были озабочены судьбой бывшего ректора, ведь он до сих пор считается безработным. Евгения Апанарина, Сергей Петров, Новости дня.